Брюссель пытается остановить Великобританию от выхода из ЕС. Турция вела визовый режим для отдельной категории граждан России, а Евросоюз уже сдащил правила тестирования авто после скандала с Volkswagen. Подробнее об этих событиях в сегодняшнем обзоре прессы. Здравствуйте! Брюссель пытается остановить Великобританию от выхода из ЕС, как стало. Известный BBC Евросоюз представил Лондону проект «Реформ», которые должны позволить правительству британского премьера Дэвида Кэмерона призвать своих избирателей голосовать на референдуме за ЕС. Евросоюз готов предоставить парламентам стран-членов ЕС механизм пересмотра европейских законопроектов, а также создать новые условия для повышения конкурентоспособности европейской продукции. Решения о реформах вступят в силу только в случае единогласного одобрения лидерами всех стран ЕС и только если Великобритания примет решение оставаться в сообществе, говорится в проекте. Однако, комментируя эти предложения, Кэмерон заявил, что они еще нуждаются в доработке. Турция ввела визовый режим для отдельной категории граждан России. Для российских журналистов, которые планируют командировку в Турции, вводится визовый режим с 15 февраля текущего года, так сообщают в пресс-офисе посольства Турции в Российской Федерации. На основании принципа взаимности работникам всех российских СМИ, планирующим с 15 февраля 2016 года журналистскую командировку в Турции, в том числе продолжительность которой не превышает шести месяцев, необходимо оформить визу для журналистов, заявили в пресс-офисе посольства. Также в пресс-офисе добавили, что Турция привела свои визовые правила в соответствии с теми, которые ранее действовали в России. Это нововведение не связано с приостановкой России соглашения о безвизовом режиме с Турцией, а является лишь ответом на визовые правила, действующие в отношении именно журналистов. ЕС ужестощил правила тестирования авто после скандала с Volkswagen. Европарламент одобрил пакет мер, которые ужестощают условия тестирования дизельных автомобилей на загрязнение окружающей среды. Новые правила, принятые после скандала с выбросами автомобилей германской компании Volkswagen, предусматривают тесты и в лабораторных условиях, и на дороге. Ранее тесты проводились лишь в лаборатории. Против принятия пакета мер проголосовали представители зеленых и либеральных фракций. Но, к сожалению, за чистый воздух, честную конкуренцию и закон сегодня не проголосовали, сказал голландский парламентарий Гербел Янгер Барди. Новые правила вступят в силу в 2017 году. И при тестировании на дорогах будет допускаться довольно значительное повышение нормы по загрязнению. И это вызвало протест экологических групп, которые посчитали новые правила чересчур мягкими, как отмечает BBC. И это были все новости на сегодня. Следите за всеми событиями с Дукаскопи ТВ. До завтра.